Главное культурное событие России Главное культурное событие России Шесть лет назад в Сахаре что-то сломалось в моторе моего самолета Сразу три мировые премьеры здесь на фестивале представляют композиторы из разных стран мира Здесь же музыканты с мировыми именами и начинающие звезды Патрик, наши поздравления! Сегодня состоялась мировая премьера Что вы чувствуете сейчас? Всегда перед премьерой очень волнуюсь Уже ничего нельзя изменить, ничего нельзя проконтролировать Остается только слушать Зато после премьеры, если понравилось зрителям и мне в первую очередь Я абсолютно доволен Что скажете про это выступление? Все было идеально? Ничего не бывает идеальным Но мне всегда интересно, как моя музыка звучит в Восточной Европе Звук более холодный А что вас вдохновляет на написание музыки? Может, вы смотрите на что-то прекрасное? На закат, к примеру? У меня все очень просто Случайно я прочел Мандельштама, который хорошо отзывался о стихах Федора Сологуба Я прочел и его тоже Я читал стихи Сологуба монотонно несколько дней И потом ко мне начала приходить музыка И я стал ее записывать Я не знаю, откуда именно рождается музыка Но точно не из мозга Это что-то за пределами моего понимания Но я стараюсь не думать об этом Я просто погружаюсь в работу Ну и как всегда, все самое интересное происходит за кадром В нашем случае за кулисами Добрый вечер, можно нам войти? Заходи, заходи Разрешили Меня зовут Оксана, я из Крыма Меня зовут Фрэн Кампас Я знаю, кто вы Вы известный музыкант Можно посмотреть вашу гримёрку? Как вы готовитесь к выступлению? Я прилетел только вчера И у нас была всего одна репетиция с оркестром Мы начали в пять вечера Хорошо, что концерт такой длинный Целых три с половиной часа И я успею отдохнуть Поэтому сейчас я просто наслаждаюсь моментом Слушаю музыку и жду свой выход на сцену Я вас поняла А что у вас с собой? Еда какая-нибудь? Ага, печенье? Я пропустил ужин Ем печенье и пью много воды Вы голодны сейчас? Я поем уже после концерта Это важно для музыканта принимать пищу после выступления? У нас сумасшедшее расписание Питаемся как попало Вы волнуетесь перед концертом? Волнуюсь немного Но я счастлив выступать перед российской публикой В прошлом году я уже был в Сочи Мне нравится, как русские наслаждаются классической музыкой Они готовы слушать концерт три часа Это просто невероятно В Америке не с таким энтузиазмом слушают классику, как у вас Все благодаря вашей гениальной игре Кстати, в вашем инструменте есть что-то необычное, уникальное, старинное? Все мои инструменты фирмы Ямаха С 1987 года на них играю Они хороши Это не скрипка Страдивари, которая со временем становится более ценной С трубой все проще Если что-то не в порядке, выкидываешь и покупаешь новую Понятно Это самое начало концерта Спасибо большое! Это был прям эксклюзив Это была радость для меня, спасибо Ну что, продолжим наше импровизированное путешествие по гримеркам Здравствуйте! Можно нам войти? Да, конечно! Одну минутку отвечу на сообщение Я пока могу сказать, что гримерки у всех стандартные Есть душевая кабина У каждого артиста можно помыть руки Можно перекусить Мы видим остатки еды И, собственно, у всех набор одинакового купеческого печенья Не сочтите за рекламу, но вот почему-то едят именно его Можно посмотреть на ваш инструмент? Он особенный у вас? Вы знаете, для каждого музыканта его инструмент уникальный Это как часть самого себя Конечно, можете посмотреть Сколько лет вашей скрипке? Она достаточно старая Ну, сто лет Она 1784 года 1784? А у вас есть какие-то специальные ритуалы перед выступлением? Это такая внутренняя работа, чтобы сохранить свою энергию для выступления Вы нервничаете? Не то чтобы нервничаю, скорее я приятно взволнована Мы желаем вам удачи Спасибо большое Первая леди джаза, обладательница двух премий Грэмми Всемирно известная джазо-аппианица и пианистка Дайан Шур тоже в Сочи Мы с вами в числе приглашенных Субтитры создавал DimaTorzok Дайан, спасибо вам большое Это был потрясающий вечер Я даже плакала Вы что-то невероятное делаете с людьми Что вы чувствуете сейчас, после концерта? Я чувствую себя просто замечательно Моя главная задача — передать любовь Собрать людей вместе Это моя миссия Вот что главное для меня Это правда, что свою карьеру вы начали в два года? Да, это так А сейчас мне 65 Это замечательно продолжать традиции таких маститых джазовых музыкантов Как Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Элла Фиджеральд У вас было огромное количество концертов Какой из них вам запомнился больше всего? О, Господи! Когда я выступала в Кеннеди Центре вместе со Стиви Уандером Конечно, работа с Рэем Чарльзом, Биби Кингом А еще встреча с Джеймсом Кэмероном, создателем «Титаника» О, это круто! Да, мы с ним вместе ели попкорн И, конечно, выступление здесь, в России Люди ценят музыку, которую мы играем В моем сердце очень много благодарности Спасибо вам большое, мы вас очень любим И я вас люблю Можно вас обнять? Конечно, от сердца к сердцу 8 и 9 марта на основной сцене Русского драматического театра имени Горького Спектакль «Сезон любви» Это музыкальная комедия, события которой Разворачиваются в 70-е годы прошлого века Главный посыл постановки – не унывать Ведь мир полон красоты Нужно лишь посмотреть вокруг влюбленными глазами Начало спектакля в 19.00 В субботу 9 марта на сцене Евпаторийского театра «Золотой ключик» Спектакль о военной жизни грузинского села Увиденной глазами мальчика О ценности человечности и о ситуациях, в которых легко ее утратить Постановка вместила в себя горы, небо, природу Грузии, песни и характер народа Она дает урок доброты, понимания, всепрощения и любви Начало спектакля в 16.00 10 марта на этой же сцене хореографический спектакль «Гадкий утенок» От своего литературного оригинала сюжет постановки практически не отличается На примере «Птичьего двора» раскрываются все человеческие пороки в современном обществе Балетмейстер театра решилась на смелый шаг Это постановка с элементами классического балета, для которой юным артистам пришлось встать на пуанты Все сцены сопровождает классическая музыка известных композиторов Шуберта, Баха, Штрауса Начало в 11.00 9 марта в Симферополе спектакль «Подыскиваю жену недорого» Главные роли в котором исполняют звезды Comedy Club Марина Федункев, Наталья Медведева и Олег Перещагин По сюжету главный герой Игорь богат, но несчастлив в любви Чтобы найти жену, которая оценит его личные качества, а не размер кошелька Он решается изобразить из себя не особо зажиточного работника пенсионного фонда После отбора всех кандидаток остается одна, но дальнейший поворот событий окажется куда менее очевидным Историю о потомках двух враждующих помещичьих семей Владимире Дубровскому и Маше Троекуров Расскажет вам музыкальный театр в современном масштабном мюзикле Музыка, эффектная хореография, красочные массовые сцены и исторические костюмы Сделают зрителя участником романтической истории о любви Начало спектакля в 18.00 10 марта на сцене Севастопольского театра имени Луначарского комедия Кьоджинские перепалки Кажется, что жизнь в Кьодже сложилась раз и навсегда Но однажды незначительная ссора меняет все Вражда двух семейств вполне могла бы превзойти другую итальянскую историю А Ромео и Джульетти, если бы не была так комична Начало спектакля в 18.30 Субтитры создавал DimaTorzok